Остановка и стоянка запрещена. Работает эвакуатор. Эти знаки на привокзальной площади появились неделю назад. И первыми оценили нового введения таксисты. Насиженные годами места их попросили освободить. Мы здесь годами работали. И вроде никого не мешаем. Официальное такси. И вдруг знак эвакуатор работает. Мешают или нет припаркованные на дороге такси и другие автомобили – вопрос спорный. Водители общественного транспорта с установкой знаков как раз согласны. Говорят, езда с препятствиями порядком надоела. Автобус большой, комфортный и практически очень сложно между ними моделировать, чтобы проехать в сторону назначенной остановки. На такой большой машине миллиметражи вот эти – это любому водителю, я думаю, не будет нравиться. Да и пассажиры поддержали новшества. Стихийная парковка накаляет ситуацию в том числе и на остановках. Какой маневр совершит водитель автобуса и где в конечном счете остановится – порой крайне сложно предугадать. Что с таксистами делать, что с ними решать? Ну, везде, везде по остановкам они такси оставляют, маршрутка не подъезжает, невозможно подъехать вообще. Здесь, естественно, не подъехать, не подойти, создаётся пробка. Мало того, что и так, как и узко, и ещё вот эти заборы, это всё. Ну, неудобно, конечно. Предотвратить заторы и увеличить пропускную способность собственно для этих целей знаки и поставили. По словам представителей городской администрации, сочинцы неоднократно обращались к ним с жалобами на сложную дорожную обстановку. Целью установки данного знака является увеличение пропускной способности улицы Горького, чтобы не затруднялось движение общественного транспорта, исключить заторовые ситуации. По словам участников дорожного движения, несмотря на то, что знаки установили всего неделю назад, ситуация всё же начала меняться в лучшую сторону. Между тем, некоторые водители до сих пор по привычке оставляют свои автомобили на дороге. За что неминуемо, а стражи порядка им вручают протоколы. Протокол за протоколом. Везде стоят знаки авартуатора. Никто не говорит, мы им ничего плохого не говорим. Просто мы хотим место, где мы официально можем работать. К слову, как раз сейчас над решением этого вопроса работают представители городской власти и компании РЖД. Ну а пока таксисты, да и другие водители должны определиться с выбором. Ставить автомобили под знаками и платить штрафы или найти более безопасное место и для транспорта, и для кошелька.